Михаил Николаевич, я там так лоханулся, шел по подземному переходу, девушка такая хорошенькая, грустная стоит, она мне так понравилась, и так задумчиво держит впереди стаканчик картонный. Ну, я всю мелочь ей берусь. А она мне вслед кричит, сучара, я кофе пил. Я боюсь, если вам вот это вот зачитать, правда, вы так и хочете. Мне уже готово. Я почувствовал родовые схватки, дело было летом. Я думаю, надо, что за мной пришла машина из роддома. Я думаю, надо, что это как талисман. А самое счастливое у меня всегда связано с зимней вязаной шапочкой, бабушка. Надо взять, думаю, ну, не важно ли это, потому что врача надеть на меня. Во время родов. Дареко не все, что вы думаете. Взяла халатик, шапочку, думаю, куда бросить, быстро все, машина ждет. Смотрю, рюкзак мужа стоит. Я не посмотрела, чего в нем, быстро бросила туда халатик. Шапочку, привезли меня, я врачу говорю, пожалуйста, перед тем, как начнется все, надейте на меня все, что в нем задел. Народ сумасшедший. Тот говорит, все, она говорит, все, и вам сто долларов. Да за сто долларов я все. Готов. Заведи меня в палату. У меня уже такое состояние от схваток, ты что-нибудь понимаешь? Сестра привозит инвалидное кресло и дает мне вещи. Халатик, шерстяная шапочка и коньки хоккей. Я так смотрю, ничего не понимаю, спрашиваю, ты еще зачем? Ведь сестра говорит, врач сказал, чтобы все это найдет. Я ничем не соображаю, думаю, может, что я где-то не сбежала. Везут меня в больнице. В инвалидном кресле. Вязанный шапочек. Завезли в палату, помогли в коньках на кресло. Лежусь с расставленными ногами и думаю, нахрен. Может, новый способ рожает? Забегает доктор и орет на медсестер. Вы чего сделаете? Думаю, ну, она разберется. А он говорит, вы почему коньки бинтами не берете? Она ж меня изрежет всего. Смотрю, тебе перепинтовывают. Как захочет, думаю, это из-за шапочки. Убила она.